Когда встает вопрос возможности поделиться со своими зрителями полезной информацией, приходится идти даже на весьма отчаянные поступки, как, например, сейчас, и тайком одолжить на время незаменимую для всех владельцев японской 100-вольтовой техники вещь. Я приветствую вас на канале Мастерская Звука, устраивайтесь поудобнее и поехали! Что вы знаете о звучании японской 100-вольтовой аппаратуры? Чаще всего, судя по комментариям, что она звучит сухо. Безусловно, можно пойти на ухищрение и немного поддать влажности этой стороны техники, но существует более изящное решение, о котором сегодня пойдет речь. Понижающий трансформатор с 220 на 100 вольт. И если вы уже ведете стрелочку указателя мыши на красный крестик, попрошу немного повременить. Мне есть чем поделиться с вами. Как показывает практика, подавляющее большинство владельцев 100-вольтовой аппаратуры, далеко не всегда извлекают из нее все возможности, а именно, пренебрегают качеством электрического питания. И если быть более точным, скептически относятся как к самому понижающему трансформатору, так и к значимости проводников входного и выходного монтажа. Опять же, опираясь на общедоступные комментарии на просторах всемирной сети, создается впечатление, что основным достаточным для большинства критерием является вес транса. Здесь все далеко не просто. Чаще всего такие трансформаторы имеют море выходов, обмоток. Ну, примерно как на этой катушке. А они, в свою очередь, являются источником помех за счет механических вибраций, вызванных не всегда качественной пропиткой и самой фиксацией витков. Есть случаи еще печальнее, как, например, использование вот таких автотрансформаторов. Помимо вышесказанного, следующая проблема – вход и выход трансформатора реализовывать вот этим. Хорошо, даже если будет применен проводник с большим сечением, это не справит ситуацию. К чему это приводит? В итоге, какой бы вы крутой и дорогой усилитель не подключили к такому трансформатору, будет всегда потеряна энергичность, атака, хлесткость баса. А неправильный выбор проводов и сама технология монтажа к указанным проблемам добавляет гулкость и неразборчивость баса. Что предлагаем мы? Перед вами герой сегодняшнего видео. ВАКАНАМАНА! Что по-русски означает КОСУГА! Ой, не заблокируй меня YouTube за такие выражения. Мы проверили на практике большое количество различных исполнений трансформаторов, и многие решения грешат грязью в звуке, в отличие от пары тройки фирм, включая КОСУГУ. Даже при внешнем сходстве некоторые давали искажения в звуке, потому каждое попавшее в наши руки устройство мы тщательно прослушиваем. Преимущества Ключевой особенностью нашего решения является индивидуально подобранные комбинации входных и выходных проводов для разных фирм-усилителей, разъемов подключения и коннекторов, а в топовом варианте и распределительный блок розеток с сетевыми проводами, непосредственно каждому компоненту вашей системы. Например, вот так выглядит система питания в нашем тракте. Хочу обратить ваше внимание на то, что входной и выходной провод на трансформаторе не обязательно должен быть одной модели или фирмы. Это исключительно индивидуальный подбор, ровно как и коннекторы к блоку розеток. Сегодня для демонстрации вышесказанного я буду подключать усилитель Denon S1 к двум вариантам обвязки трансформатора. Сначала я включу так, как использует большинство, то есть буду считать, что абсолютно не важно, каким проводом будет запитан сам трансформатор, а также усилитель. А затем я подключу нашу фирменную обвязку, блок розеток и индивидуально подобранный сетевой провод к данному усилителю, то есть позволю максимально раскрыться S1. В описании к видео будут ссылки на несколько композиций. Сейчас же послушаем Стив Райвона и по традиции я дам краткое описание, на что обратить внимание. Многим это оказывается полезным. Итак, слушаем. Сейчас я озвучу главные проблемы неправильного подключения. Шум в воздухе вокруг окончаний каждого звука. Абсолютно невнятная фразировка соло-гитары. Ударные неэнергичны и смазаны сами удары. Басовые ноты смазаны сгулом и треском. Чего не скажешь про звучание при грамотном согласовании. Каждая нота имеет чистое затухание, четкая и внятная фразировка и артикуляция. Убойная атака ударных и басовых партий. А также отсутствие гула и треска в нижнем диапазоне. Вот какую значимость несет в себе понижающий трансформатор. А точнее, правильное и грамотное его использование. Вне зависимости от уровня вашего усилителя, да и не только. Имеет место все вышесказанное в этом видео. А при использовании распределительного блока розеток можно невероятным образом согласовать все компоненты путем подбора сетевых проводов каждому компоненту. Мы рады помочь вам вывести ваш звук на незабываемый уровень. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok